В этом году я напечатал свою первую книгу рассказов и прочитать небольшую часть рассказа, которая так и называется «Как я работал дедом народом». Этот рассказ называется «Маленький конфуз». Этой зимой городская библиотека пригласила меня поучаствовать в детском новогоднем утреннике в двух ролях. Сначала я должен был выйти под восточную музыку в обличии дядьки Черномора, а затем в роли Деда Мороза. Репетиций было две – первая и последняя. Постановщики, и я в их числе, почему-то решили, что Черномор должен быть с черной бородой. На репетициях все шло хорошо, как по маслу. Но на празднике, да, да и на празднике тоже, вышел Черномор и на ломаном русском языке произнес свою речь. «Я есть великий и могучий повеликий черных и белых морей. Моя звать – батька Черномор». И я все, ксак, может быть, он совсем не батька. Подумаю я, ведь я буду, что не детка, а кто же. Но было поздно. Слово, как известно, не воробей. Веки этой покрешности не заметили, и все пошло опять по сценарию. И вот уже мобилизовавшись, все персонажи дружно изгоняют злого Черномора из зала. У меня есть четыре минуты преобразиться в Деда Мороза. Подобно Аркадию Райкину на ходу снимаю, восточный халат, влетаю в красный, черную бороду, меняю на белую, челму на шапку, подпоясываю, подпоясываю. Снегулочка стоит рядом, урчает мне посох, а дети уже третий раз кричат. Дед Мороз, приди скорее, вместе будет веселей. И, стуча посохом, тяжело уступая, появляется зимний волшебник. Здравствуйте, дорогие ребята и товарищи взрослые. Торжественно приношу я. А про себя отвечает. Успел. И все снова идет по сценарию. Пока Снегулочка не усаживает Деда Мороза на пенек, послушает стихи, которые приготовили дети. Молодцы ребята, хорошие стихи готовили. Порадовывай меня, старика. И, похваливая, решил погладить бороду. А не говорилось. И что такое? Не порадовала. Она всегда была мягкая, а сейчас жесткая. Я опускаю глаза и вижу, я нацепил бороду, задом наперед. А там еще и, добавок ко всему, немножко гримм тут подпачканы. Ой, полное отсутствие волос. Что делать? Прикрыл вот так вот, да. Давай, заканчивай, шепчу своей Снегурочке. Я бороду задом наперед надел. Успокойся. Никто ничего не заметит. Вот. Сказала она спокойно и произнесла традиционные слова прощания. Я придерживаю вот так вот бомбу. И тут неожиданно распроедитель праздника. Спокойно. То же самое говорит. Кто хочет сфотографироваться с Дедом Морозом, пожалуйста, подкакивайте. Ой, ну что, тут целую очередь. Там, там, два раздаврают. И вот, наконец-то, последний кадр. Все. Много было фокусов, конечно, в моей жизни, Деда Мороза. Но такой и таких фокусов у меня еще не было. Тем более, такой конкурс. А дети сказали, Дед Мороз, уходи скорее, и мы нам с тобой со мной усилием.